Сегодня мы можем возвысить наш голос хвале и поклонении Тебе, Богу единому, честь, хвала и поклонение отныне и до века. Господь, Ты царствуешь. Царству Твоему не будет конца, Господь. Мы открываем наши сердца, наши уста, чтобы славить Тебя, поклоняться Тебе, Богу, избравшему нас от создания мира, Богу, который знает количество волос на нашей голове, Богу, который заботится о каждом из нас, Богу, который призывает нас к доверию. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас вере, за то, что Ты учишь нас, Господь, чтобы в отношениях с Тобой, Господь, мы доверяли Тебе каждый день, в каждой ситуации, мы полагались на Тебя и чтили Тебя и славили Тебя, Господь. И был один только страх перед Тобой, Господи, чтобы Ты был почтен в нашей жизни, чтобы Ты был прославлен, превознесен. Господь, Тебе поклоняемся, Тебя благодарим. Тебя призываем, Дух Святой, на это служение. Прибудь Ты с нами. Помоги нам прославить имя Господа. Помоги нам, Господь, возвеличить Тебя, Господь, потому что мы плоть, мы немощь, Господь, но в Тебе наша сила. Господь, в Тебе мы нуждаемся. Тебя мы призываем, Господь. Приди, Дух Святой. Помоги нам возвеличить, превознеси имя, которое превыше всех имен, и имя, пред которым преклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних. Аллилуйя. Поклоняемся Тебе, Господь всемогущий, Царь вселенной. Слава Тебе, честь Тебе, поклонение. Богу единому, Богу Израиля. Хвала и слава. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Благословен Господь. Аллилуйя. Благословен Господь, Бог над всей землей. Благословен Господь, Его любовь во веки. Благословен Господь, Бог над всей землей. Царь искупитель, только ты единый, крепость и защита народа твоего. Благословен Господь твоему славу, благословен Господь Бог над всей землей. Благословен Господь твоему славу, благословен Господь Бог над всей землей. Милостив наш Господь его любовь во веки, милостив наш Господь бог над всей землей. Царь искупитель, только ты единый, крепость и защита народа твоего. Милостив наш Господь по ему славу, милостив наш Господь Бог над всей землей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Всемогущий Бог Источнику тишения Я нашел у Твоих ног О, имени, нет Тебе подобного Перед Тобой склоняюсь я Всей любовь моя Я восхищаю Я восхищаю Я восхищаю Перед Тобой склоняюсь я Всемогущий Бог Всемогущий Бог Нет Тебе подобного Нет Тебе подобного Ты любовь моя Ты любовь моя Ты любовь моя Ты моя любовь, 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 Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Подчиняемся Тебе, Господь. Мы превозносим Тебя, Господь. Ты всемогущий. Тебя мы почитаем, Тебя мы славим. Тебя мы превозносим, Господь. Ибо Ты достоин хвалы, Ты достоин славы, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим и превозносим имя Твое, Господь. Ты достоин хвалы, Господь. Ты достоин хвалы, Господь. Ты достоин хвалы, Господь. Мы благодарим Тебя. Благословляем имя Твое. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты Господь. За то, что Ты царствуешь. За то, что Ты всегда здесь, Господь, с нами. Благодарим Тебя. Да будет имя Твое благословенное Да будет прославлено имя Твое Да будет вся слава и хвала Тебе, Господь Тебе честь, Тебе слава, Тебе поклонение Тебе благодарность, Господь Мы благодарим Тебя за жизнь Мы благодарим Тебя за силы Мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда, Господь, с нами Благодарим Тебя Благодарим Тебя за завет Твой, Господь Благодарим Тебя за завет, который Ты заключил с нами Мы благодарим Тебя за кровь завета, благодарим Тебя, благодарим Тебя за кровь Иисуса Христа. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Поклоняемся Тебе, величаем Тебя, превосносим имя Твое. Благодарим Тебя, благодарим Тебя. Аллилуйя. Господь достоин хвалы, Он достоин славы, Он достоин всей, всей, всей славы. Господь, благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя сегодня, что здесь, на этом месте, мы можем молиться, прославлять Твое имя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за брата и сестру, которые рядом здесь с нами, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сказал в Своем Слове, что я и мой дом будем служить Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, что у наших родных и близких нет другого выбора, Господь, как славить Тебя, Господь. Благодарим Тебя. Слава Тебе. Благодарим Тебя. Благословляем Твое имя. Господь, слава Тебе. Хвала Тебе, Господь. Хвала Тебе. Хвала Тебе, Господь. Хвала Тебе. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Мы помолимся за молитвенные нужды И сегодня мы будем молиться также об Израиле Я хочу напомнить еще раз, что сегодня, завтра и в субботу Мы продолжаем находиться и быть в посту В посту за Израиль В посту за то, чтобы на этой земле Это иго антисемитизма было сокрушено Вы знаете, на самом деле серьезная, большая Большая, просто завуалированная такая программа на этой земле И она идет от самого сатаны В проявлении антисемитизма на этой земле Вы знаете, люди могут ничего общего не иметь с евреями Никогда не знать их Никогда, может быть, не соприкасаться близко с ними Но мы видим, что на этой земле люди Когда идет разговор о евреях Просто у людей какая-то, знаете, запрограммированная такая ненависть Или такое отторжение евреев Когда звучит имя евреев Когда звучит, когда говорят о евреях То мы знаем, мы сталкивались с этим И, может быть, кто-то из нас в своей жизни переживал это Знаете, такая неоснованная ни на чем ненависть к евреям Она идет с детства Она идет с малого возраста Я помню, когда я был маленьким Я помню, в школе, везде В пионерском лагере Везде каким-то образом Была такая Она была всегда Это ненависть к евреям Всегда евреев высмеивали Всегда над ними смеялись Даже издевались над ними И я знаю, что В этом мы Вернее Мы, как верующие люди Мы знаем Писание И Писание конкретно говорит Что этот дух Этот дух, который выпущен на эту землю Чтобы противостоять народу Божьему Противостоять Церкви Божьей За духом антисемитизма Скрывается много-много больше Вы знаете На самом деле Иисус сказал Иисус сказал однажды Что евреи То есть народ мой Обратится ко мне Они увидят Библия говорит Что народ еврейский Он увидит Он обратится К Мессии И сам дьявол Он ставит все Он прикладывает Намного Вернее Все силы Которые он может сделать Чтобы 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 на земле Был этот дух Чтобы это был Антисемитизм Направленный против евреев Почему? Потому что Когда евреи Уверуют в Иисуса Христа Когда они Обратятся Библия об этом говорит Что евреи Обратятся К Иисусу Они восплачут о нем Как о единородном И пророк Захария Говорил об этом Что евреи Они Возряд на него Которого пронзили И будут рыдать о нем Как рыдают Об единородном сыне И скорбеть Как скорбят О первенце У Израиля Откроются глаза И вы знаете Библия говорит о том Что когда у Израиля Откроются глаза Когда Израиль Обратится К Иисусу Тогда придет Конец дьяволу Дьявол будет осужден И дьявол Знает свой конец Вы знаете Дьявол знает Свой конец Он Он прекрасно понимает И поэтому Сейчас На этой земле Все Задействовано Для того Чтобы остановить Приход Иисуса Христа И его никто Не может остановить Но дьявол Всегда будет держать И сдерживать людей Чтобы они Обратились Особенно еврейский народ Когда обратится Еврейский народ К Иисусу Когда он Примет его Как своего мессию Дьявол будет Просто осужден Будет конец Настанет конец Ему Поэтому мы будем молиться Чтобы просто Господь разрушил Этот Дух антисемитизма Вы знаете Мы присоединимся Ко многим верующим Ко многим людям Которые сейчас Подвязались В этой молитве Которые решили молиться И против антисемитизма И мы поддержим Мы будем поститься Мы будем молиться Кто-то может быть Уже находится В молитве В посте Отец Небесный Мы просим Тебя Господь О народе Твоем Отец Мы знаем Что в Твоем слове Сказано Пророчество об Израиле Господь И все-все-все Пророчества И слова которые были произнесены В сторону Израиля Они сбудутся Которые Ты произнес Во имя Иисуса Господь Никто не сможет отменить И изменить Ход Твоего слова И ход Твоего плана На этой земле Для народа Твоего Для Израиля Как государства И для Израиля Как народа Твоего Господь Во имя Иисуса Пусть будет разрушен Всякий этот Дух антисемитизма Господь Мы просим Тебя Господь Для церкви Твоей Господь Для народа На этой земле Господь Пусть откроются Глаза Господь В том что Господь Что они должны Содействовать Стоять за Израиль Господь А не быть против Господь Мы просим Тебя За церковь Твою Господь По всему лицу Земли Господь Пусть откроются Действительно Глаза церкви Господь И получит она Откровение Господь Что какое Какое место Занимает Израиль Жизни церкви И жизни На этой земле Во имя Иисуса Господь Пусть будет разрушена Всякая Сила И власть Просто Угнетение Противостояние Еврейскому народу Во имя Иисуса Господь Пусть будет разрушена Все Планы И замыслы Дьявола На этой земле Против народа Израиля Во имя Иисуса Господь Мы Мы избрали Стоять И ходатайствовать За Твой народ Господь На этой земле Господь И в церкви Есть одно Предназначение Одно из предназначений Стоять за народ Твой Господь И мы просим Тебя Господь Помилуй Твой народ Господь Пусть, Господь, всякое ожесточение даже в кругу еврейского народа будет сокрушено во имя Иисуса, которое направлено против прихода Мессии, Господь, истинного Бога, живого Бога Израиля, Иисуса. Господь, мы благословляем каждого иудея, Господь, благословляем на понимание, благословляем на разумение, Господь. И пусть это понимание и разумение о нем не будет, Господь, просто каким-то физическим, Господь, пусть это будет на уровне Духа во имя Иисуса, на уровне сердца, Господь, касайся народа Твоего. Мы просим Тебя, Господь, а на этой земле, Господь, вся любая сила, любое противостояние, всякий дух антисемитизма да будет сокрушен во имя Иисуса Христа. Пусть будет разрушен этот дух под ногами Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, Господь, что Ты, Господь, мы просто просим, пусть выйдет Твой Дух, Господь, который будет уничтожать и побеждать всякий дух антихриста, всякий дух лжи, заблуждения по поводу народа Израиля. Господь, благодарим Тебя, Отец Небесный, мы знаем, что это не просто, Господь, что глаза, они смогут открыться только Твоим Духом, Господь. Открой глаза слепцов, Господь, открой глаза неразумеющих, Господь, которые отвергают Твой народ, Господь, которые говорят, что нет части народу Израиля в церкви, Господь. Мы знаем, что есть, Господь, мы знаем, что спасение прежде было для народа Израиля, для иудеев, Господь, а потом уже для всех остальных, Господь. Боже, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Господь, пусть государство Израиль, Господь, оно поймет, Господь, оно уразумеет, Господь, что нужно, Господь, что нужно, Господь, быть в единстве, Господь, чтобы этот дух был побежден во имя Иисуса Христа, Господь. И просит, Господь, высвободится Твоя сила, Господь, Твоя слава, Господь. Пусть больше и больше людей, Господь, которые проклинали, Господь, которые ненавидели Израиль, Господь. Пусть больше и больше будут обращаться, Господь, во имя Иисуса, как этот пророк, который шел проклинать Израиля, Господь. И он начал благословлять народ Твой, Господь. Пусть каждый уста проклинающий, Господь, они обратятся, Господь, чтобы благословлять народ Израиля. Господь, меняй мышление в разумах людей, проклинающий народ Твой, Господь. Меняй, Господь, сверхъестественный, Господь. Арабский мир, Господь, ты, Господь, который ты тоже призвал, Господь. Пусть они, Господь, не будут противостоять народу Твоему, Господь. Пусть будут просто много и много больше людей, Господь, арабов, Господь, обращаться, Господь. Пусть сердца арабов будут открыты, Господь, для Израиля во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Пусть план Твой для Израиля, Господь, не остановится, Господь. Пусть план Твой, Господь, будет совершаться, Господь, Духом Твоим, Святым, Господь. Боже, все, что мы можем делать, Господь, мы можем молиться, Господь, благословлять, помогать, Господь. любить Твой народ, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Мы знаем, что никто не сможет вложить любовь к народу Твоему, если Ты не вложишь Духом Твоим, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Открой церкви глаза, открой церкви глаза на вопрос об Израиле, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, Господь, и величаем Тебя, Господь, мы просим Тебя, благодарим Тебя, спасибо. Мы верим, что Ты сможешь, что Ты, Господь, защитишь народ Твой, Господь, и Ты сделаешь более славным и более-более славным Твой народ, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Мы знаем, что в Писании говорит, что люди будут идти и хвататься за полу Иудея, Господь, и говорит, что нам нужен Бог, который у Тебя, Господь, пусть будет так во имя Иисуса, пусть народ Твой, Господь, будет знать Бога Живого, Бога Израилева, Господь, благодарим Тебя, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, аллилуйя, аллилуйя. Мы также просим Тебя, Господь, о нуждах, которые существуют, есть Господь, мы просим Тебя о спасении Евгения, освобождение для него, Господь, мы просим Церковь молиться за Розу, за исцеление, аллилуйя, за Наталью Савич, опухоль легких, просим молиться, предстоит операция. Аллилуйя, аллилуйя, прошу Церковь молиться за мою семью, да прославится Господь, благодарю Господа за любовь, спасение и защиту, за мужа трезвенника, Господь, мы благодарим Тебя, за сыновей Виктора и Вадима, Господь, во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, мы просим Тебя за больных, за немощных, Господь, за тех, кто сейчас в нужде, Господь. Боже, Ты знаешь каждую нужду, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть придет освобождение, Господь, пусть придет исцеление, пусть будет разрушена всякая сила и власть болезни во имя Иисуса Христа, Господь. Мы хотим видеть свидетельство Твои, Господь, мы хотим видеть свидетельство исцеления Твоих, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь, больные со смертным диагнозом, Господь, пусть будут вставать и славить Тебя, Господь, пусть будет развернут этот приговор смерти во имя Иисуса Христа. И да будет жизнь во имя Иисуса, Господь, у каждого, Господь, больного, Господь, у каждого, Господь, безнадежного во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, пусть, Господь, будут восстанавливаться органы, Господь, пусть будут восстанавливаться органы, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Благословляем Твое имя, Господь, благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Благодарим Тебя за спасение сыновей наших, дочерей наших, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты имеешь дело с ними, Господь. Благодарим Тебя, что Ты работаешь с ними, Господь. Где бы они ни находились, Господь, пусть пути их, Господь, ведут к Тебе, Господь. Пусть не будет у них другого пути, как только прийти к Тебе, Господь. Боже, во имя Иисуса сверхъестественно приводи детей, приводи, Господь, мужей, Привози жен, Господь, во имя Иисуса к Тебе, Господь. Приводи, Господь, родителей к Тебе, Господь, во имя Иисуса, Господь. Благодарим Тебя, славим Тебя, славим Тебя. Да будет, Господь, так. Да будет, Господь, по Слову нашему. Да будет, Господь, Слово наше работать в жизнях наших семей, Господь, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, славим Тебя. Господь, мы просим Тебя за Россию, Господь, за то, что происходит сейчас в России, Господь. Пусть во имя Иисуса Христа, Господь, Россия будет открыта для проповеди Евангелия во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть никакие власти, Господь, ни начальство не остановит Евангелие на этой земле, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь, благодарим Тебя, благословляем Твое Святое Имя. Господь, благословляем Америку, власти, начальство этой страны, Господь. Пусть будет высвобожден Твой Дух, Господь, на этой земле во имя Иисуса. Во имя Иисуса, Господь, пусть истина будет торжествовать в этой стране, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благословляем Твое Святое Имя и благодарим Тебя за все. Аллилуйя. Тебе отдаем честь, Тебе отдаем славу, Тебе отдаем хвалу, Господь. Богу нашему благодарим Тебя за исцеление, за ответы на каждую просьбу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Отдайте Господу славу. Еще раз напоминаю, что в среду будет объединенная молитва об Израиле против антисемитизма на этой земле. В субботу, это 3-го числа, да. В субботу. Поэтому вы можете молиться, продолжать, поститься. Аминь. Хорошо. Слава Богу. Давайте мы поклонимся Господу приношениями. Да, пожалуйста. И нацизма, да. Вы знаете, на самом деле сейчас, если мы наблюдаем, и в Америке это видно, и в других странах, мы видим, что здесь, тут, там выливаются всплески против евреев. Евреев, люди занимаются вандализмом. Пишут на зданиях синагог. Рисуют свастику, рисуют всякие знаки против народа Израиля. И это не просто, знаете, какие-то шалости или какая-то глупость молодых людей. Все больше и больше возникает таких инцидентов. Поэтому давайте будем молиться, будем молиться, чтобы дух, который способствует антисемитизму, который подогревает антисемитизм, тоже был разрушен. Это разные вещи. Это так же, как неофашизм, так же, как многие оккультные организации, военные. Если кто-то видел и смотрит советские, русские новости, то так же мы видим, что там есть разного рода движения, которые ненавидят евреев, ненавидят людей, которые другой национальности, кроме русских. И в других странах так же есть это. И в Германии, во многих странах, в Испании есть вот эти организации, которые действительно подогревают этот антисемитизм. Пусть это будет сокрушено силою и могуществом Господа нашего Иисуса Христа. А мы поможем, мы будем молиться, стоять за это, чтобы все это дело было посрамлено во славу Божию, во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо. Поклонимся Господу приношениями. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты благословляешь каждого. Господь, мы знаем, что есть трудные моменты, ситуации, Господь, но мы знаем, что Ты верный, и Ты никогда не оставишь детей своих в нужде. Тем более, кто благословляет Тебя, тем более, кто верен в жертвование, тем более, кто верен в поклонение Тебе через финансы. Благодарим Тебя. Пусть, Господь, будет приумножено. Пусть, Господь, всякая нужда, которая есть, Господь, финансовое обеспечение, Господь, пусть она будет восполнена для народа Твоего. Во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя и славим Твое святое имя. Аминь. Благодарим Тебя и славим Тебя и славим Тебя и славим Тебя. Радость в моем сердце и ночью и днем, Когда мой Господь со мной, со мной, со мной, когда мой Господь со мной. Радость в моем сердце и ночью и днем, Когда мой Господь со мной, со мной, со мной, со мной. Радость в моем сердце и ночью и днем, Когда мой Господь со мной, со мной, со мной, со мной, со мной. Когда мой Господь со мной, со мной, со мной, когда мой Господь со мной. Аллилуйя! Скажи, твоему соседу, ты хорошо сделал, что пришел. Ты очень хорошо сделал, что пришел сегодня. Аминь. Вы очень хорошо сделали, что сегодня с нами смотрите через интернет. Аллилуйя! И операторы хорошо сделали, что пришли, сделали это возможным для тех, кто смотрит. Аминь. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Я хочу напомнить, что в эту субботу у нас не только будет молитва против антисемитизма и нацизма, у нас также будет библейская театральная постановка на тему десяти дел, пять мудрых и пять неразумных. Я думаю, что вы получите особенное благословение. И если вы пригласите еще кого-то с собой, я думаю, они с ним произойдут то же самое. Они останутся очень довольны. И будем молиться, чтобы Господь, чтобы мы не просто увидели эту постановку, а чтобы Господь нам просто по-особенному, по-другому проговорил в нашу жизнь. Знаете, мы не придем наслаждаться театральной игрой. Мы придем наслаждаться тем, что мы получим свежие откровения о Божьей благодати в нашей жизни. Аминь. Я скажу, что когда я смотрел эту постановку, я видел, что в зале люди сидели и просто плакали. Знаете, великий, премудрый наш Господь, который любит нас и научает нас благочестиво и правильно жить в нынешнем веке. Это не просто, но возможно. Аминь. И поэтому вечеря Господня у нас будет в эту субботу. И завтра, по возможности, мы пребудем в посте, приготовлять будем свое сердце. В посте об Израиле, в посте о своем духовном состоянии. Мы тоже Израиль. Мы тоже люди Божьего призвания, Божьих планов, Божьих целей. И это очень немаловажно. Наше правильное понимание, наш взгляд на Божье призвание, на Божью заботу о нас. И будем молиться, чтобы через эту постановку кто-то, кто придет первый раз, чтобы они получили откровение о том, что есть возможность спасения. Пригласите кого-нибудь. Обязательно пригласите в субботу кого-нибудь, чтобы пришли на эту театральную постановку. Серьезно. И я думаю, что мы переживем все с вами. И те, которые первый раз, и те, которые сто первый раз, мы переживем необычное Божье благословение. Сделайте это возможным в эту субботу. И следующая неделя у нас будет тоже, я думаю, очень особенная, неплохая, в плане, я думаю, что Бог будет делать с нами работу. К нам приедет благословенный муж Божий, который очень необычно используем Богом в сфере разрушения проклятий и освобождения от демонической зависимости. Опытный, признанный, помазанный человек. И если вы знаете людей, кому нужно служение в этой сфере, может быть, вы этот человек, может, кому-то недослужили, может, кому-то, знаете, как-то что-то где-то оно еще не дооткрылось, а вы чувствуете, что нужна какая-то в этом плане помощь. Я просто верю, что это Божья возможность для нас, для служителей, для церкви, чтобы мы перешли на другой уровень, чтобы мы очищались, приближались. Господь скоро придет. Аминь. И мы живем не для того, чтобы сравнивать себя с другими, мы лучше или хуже, мы живем для того, чтобы исполнить волю Божью на этой земле. И с помощью Духа Святого и служителей, которых Бог поставил, мы очистимся и будем способны сделать то, к чему нас призвал Господь. Аминь. Каждый из нас мы ведем свою борьбу, каждый из нас мы боремся, но иногда нужна помощь, чтобы мы одержали победу. И поэтому эта помощь от Господа приходит. Поэтому, если вы этот человек, которому нужна эта помощь, ищите Господа. Не надейтесь на человека, ищите Господа. Берите пост, молитву, ищите Божьего лица и просите Бога, чтобы Бог употребил этого человека, как Он его употребил в жизни очень многих людей. Знаете, удивительно, что Бог расположил его сердце приехать к нам. Очень много церквей хотели, чтобы Он у них служил. Я так говорю, преувеличение. Большие церкви, намного больше, чем наши церкви, и готовые пастырские конференции были сделать, чтобы Он служил. Но Бог расположил его сердце приехать к нам в Нью-Йорк и служить нам. И для меня это большое значение. Для меня это большое знамение. Вы помните прошлую субботу служения? Бог что-то делает с нами, вы согласны? Бог что-то делает, и Бог делает не просто так. Бог это делает не зря, у Бога есть цель и предназначение. Поэтому я радуюсь тому, что делает Бог. И хочу, чтобы вы были на той же волне и ожидали от Господа. Понимаете, потому что родословные проклятия – это непростая вещь. Не так много людей в духовном мире, которые понимают, как разрушить родословные проклятия. Понимаете, если в вашем роду одни блудники и блудницы, а вы хотите жить святой чистой жизнью, вы думаете, у вас так легко все получится? Дай Бог вам, чтобы у вас все получилось. Но может быть у вас будут только благие намерения. Вы знаете, до душара блуда он не оставляет. Он берет младенца от чрева матери. И уже мучает, уже тянет, везет, как на крючке, через всю жизнь. Люди в молодости страдали, люди семью построили, не освободились. Люди в старости, голова лысая, а больная. Почему? Потому что этот дух, он мучает, он жертву свою просто так не отпустит. Понимаете? Это очень серьезно. Это очень серьезно. Не так много специалистов, которые в этой сфере могут серьезно служить. Это духовный мир, это очень тонкая сфера. Знаете, поговорить мы все можем поговорить, но послужить и конкретную реальную помощь оказать, это не так просто. Не так просто. Говорят, что у католиков на всю Америку есть только 13 человек, которые служат в освобождении. Только 13 специалистов. Представьте, какая Америка, какая католическая церковь здорова. У них только 13 специалистов, которые допущены до этого служения, которые знают, что делают. Поэтому я хотел бы, чтобы мы не просто ждали человека, а чтобы мы искали лица Божьего. Потому что освобождает истина не человек. Освобождает истина не сила. Освобождает слово, которое услышанное и растворенное верою. Оно приносит свободу. Поэтому ты имеешь все шансы и все права на освобождение. Потому что освобождать будет тебя не человек, который откуда-то приехал, а Иисус, который любит тебя и умер за тебя и воскрес, чтобы тебя оправдать и дать тебе победу, которые за тебя, а не против тебя. Аллилуйя! Аминь! Но Бог делает что-то через людей. И может быть, это твой день. Может быть, это шанс. Может быть, это тот день, которого ты так долго ждешь. Поэтому молись и ищи лица Господнего. Аллилуйя! Он будет у нас со среды до субботы. Он будет у нас на следующей неделе. Со среды после обеда. Он будет в библейской школе в среду. Он будет в библейской школе в субботу. Ну, конечно, приоритетное направление это будет библейская школа и служители церкви. Вы знаете, если служители церкви здоровы, очищены, живут в чистоте и святости, вся церковь имеет шанс на победу и хождение в святости. Аминь! Если служители не имеют победы, как может церковь иметь победу? Будем честно говорить. Так оно и есть. На нас, служителях, очень большая ответственность. И я первый рад, что он едет. Я первый хочу, чтобы мне послужили. Вы знаете, я смиряюсь перед Господом, потому что знаю, что это непростая, это жестокая борьба. Это не борьба, вы знаете, не песочница. Это борьба, где будем проводить вечность. Это борьба за души, которые сегодня в Нью-Йорке ведут в ад. Потому что мы заняты своими болячками. Мы не можем полноценно открыться и служить людям, которые нуждаются в Иисусе Христе, которые реальный, живой, целитель, спаситель всех людей, евреев и неевреев. Аллилуйя! Нью-Йорк нуждается сегодня в Иисусе Христе, живом, исцеляющем, освобождающем, очищающем. И только одна надежда. Он единственная надежда. Я когда смотрю русские газеты, и там рекламы, сколько там целителей. Я думаю, Боже мой, как этот Нью-Йорк созрел к тому, чтобы сюда пришел настоящий целитель с большой буквы и исцелил свой больной народ, исцелил этот город, освободил от проклятий. Он созрел, Он готов, Он ждет. Но Господь, прежде чем использует, Он очищает нас и приготовляет нас. И мы в смирении должны двигаться только этим путем. Другого пути нет. Аминь. Поэтому я хотел бы, чтобы мы молились уже с сегодняшнего вечера. Просто молились, чтобы Бог благословил эти дни служения. Человек, чтобы дал Ему силы. Ему под 70 лет. Он уже не молодой человек. Вот. Но я знаю, что у Бога есть свой план на то, чтобы прийти нам на помощь. Аминь. Мы искренни перед Богом, правда? Мы искренни. Мы были искренни. Было нам легко, было нам тяжело. Мы были искренни. Мы старались. Я знаю, что Бог всегда почтит тех, кто смиренно ожидает и упывает Господа. Знаете, есть проблемы, которые только Бог может решить. Нету человека, который мог бы это решить. Только Бог. И на Него упование наше. И Бог решит то, что не может решить человек. Бог выйдет на помощь. И Бог даст поддержку тому, кто искренний. С искренним Бог поступает. Искренне. Нету никакого сомнения в этом. Аминь. Аминь. Сам себе скажу аминь, если вы не говорите. Аминь. Хорошо. А если у вас Библия есть, откройте, пожалуйста, книгу. Иова. Интересно, что он приезжает к нам именно на этот праздник Пурим. Праздник великой Божьей верности. Это тоже не просто так. Это тоже не просто так. Интересно, что родился он на День Победы. 9 мая 1945 года. Представляете себе? Вот интересно. Я удивился. Понимаете? Не так много людей, да? Им родится в День Победы над фашизмом. И это что-то... Знаете, я не такой, не верю в какие-то предрассудки, но все равно, знаете, есть свечи, которые являются какими-то напоминающими или наводящими на мысль знаками. Аминь. Так что будем ожидать от Господа. Как зовут его? Иосиф. Он будет у нас в четверг. В следующий четверг он будет служить здесь, на собрании. И в следующую субботу он будет служить на общем собрании. Поэтому если вы знаете людей, кому нужно разрушение проклятий, приглашайте всех. Пусть придут, потому что кому он сможет послужить лично, послужит лично, но то, что будет Слово, это 100% будет Слово, а Слово тоже приносит спасение и разрушение проклятий. Поэтому приглашайте людей, кому нужно разрушение родословных проклятий, кому нужна свобода, кому нужно очищение, кто чувствует какую-то зависимость, какой-то плен, приглашайте. Пусть приходят и слушат Божье Слово. Аминь. Я верю в освобождающую силу Божьей истины. А истину буду открывать своим рабам, своим пророкам. Аминь. Хорошо. 33-я глава книга пророка Иова. С 13-го стиха. «Для чего тебе состязаться с Ним? С Ним, с большой буквы, с Богом? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Чтобы отвезти человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Чтобы отвезти душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой боли во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и выказывается костью его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. И если есть у него ангел-наставник, один из тысяч, чтобы показать человеку прямой путь его, Богу милосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тема моя сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, что является причиной многих духовных бед и причиной того, что в многих случаях люди не смогли освободиться от прошлого, не смогли стать теми, кем им Бог по определению дал возможность стать. Враг, который Писание называет одним из духовных грехов, который очень трудно определить, который очень непросто выявить, но который очень потенциально опасен. Знаете, есть грехи плоти, есть грехи души, и есть грехи духа. Самые видимые грехи-то какие? Это грехи плоти. Украл человек, да, это видно. Плюнул человек в лицо, весь мир видит этот грех, да. Плюнул боксер в лицо, лишился всех званий, всех почестей, все. Законченный диет осудили. А в сердцах сколько людей плюнуло в него? Никто же не видит, да? Вот в ответ ему, знаете, если бы была у людей возможность плюнуть, миллионы бы людей плюнули бы за то, что тот плюнул. Вот такая природа человеческая. И где бы закончились плюхи, неизвестно, если бы людям дали возможность сделать все, что у них в душе есть. Но видимый грех, он легко его обнаруживаем, легко его осудить, легко штраф наложить. А вот душевный грех уже не так легко, а духовный практически невозможно. Гордыня относится к категории духовных грехов, которая стоит за проявлением душевных и плотских грехов. И вторая опасность гордыни в том, что она не позволит согрешившему смириться и прийти в покаяние, принять прощение, которое ему даровано в Господе Иисусом Христом. Вот почему Писание говорит, что Бог во сне приходит и говорит человеку, чтобы удалить от него гордыню. Представляете себе, как Бог смиряется, как Бог снисходит низко, чтобы человеку во сне дать вразумление какое-то. Вспомните историю с Пилатом, помните? Когда пред ним стоял Спаситель мира? Когда пред ним стоял Сын Божий? И Пилату предстояло решить вопрос, отпустить или убить? Кричала разоренная толпа, распни его, распни его. И стоял Пилат, наделенный властью, имевший право в поперек того, что кричала толпа, сказать «Жив будет!» или же сказать «Я согласен с вами, делайте, что хотите». Вы помните, что случилось, когда он был внутри в барении? Его гордыня позволила сказать такую фразу «Я имею власть, наказать тебя и отпустить тебя». А пред ним стоял тот, кто ему эту власть дал. Представляете себе, какой парадокс! Перед ним стоит тот, кто дает ему силу произнести эту фразу, а он думает в своей заносчивости, «Я имею власть наказать тебя и отпустить тебя». Приходит жена. Помните историю с женой? Слава Богу за наших жен. Мы на них иногда бывает бочку котим, но иногда бывают они наши спасители. Слава Богу за них. Я не стесняюсь это сказать. Она ему приходит, и вот этому Пилату, облаченному властью, самоуверенному, в непростой ситуации оказавшимся, шепчет на ушко. Ах, наши жены классные, а? Как они могут красиво сделать? На ушечко так раз, не делай ему никакого зла. «Я во сне, помните?» Она говорит, «Я во сне много пострадала за него». Она ему дает наводку, это праведник перед тобой стоит. И Пилат стоит такой, «Я имею власть, я могу тебя отпустить!» И жена ему говорит, «Сделай то, что ты сказал, ты же имеешь власть. Все, что осталось, это просто сделать то, что ты сказал, ты можешь сделать». Кто из вас понимает, что говорить намного легче, чем делать? О, да, сколько раз мы в жизни говорили, «Да я, да я, да я могу!» «Да что я не могу по 15 минут в день молиться каждый день?» «Да что это там мелочи?» «Я полчаса могу!» «Мы то можем!» «А сколько из нас делает?» «Ага, скажите, а что нам мешает делать то, что мы можем?» Представьте, если бы христиане делали то, что они могут, если бы они просто делали, они могут, им кажется, что они могут, они не видят причин, чтобы они этого не делали, и все равно они этого не делают. Вот странно. С такой уверенностью Пилат говорит, «Да ты что? Я вот сейчас возьму тебя и отпущу!» И тут раз, уже возможности, которые не выкрутишься. Жена приходит и говорит, «Не сомневайся!» Уже, чтобы у тебя не было никаких этих... Есть сверхъестественное подтверждение, что этому человеку зла не надо делать. Скажите, но жене своей уже можно доверять, в конце концов, или нет? Который не желает тебе зла. Сколько мужчин женам доверяют своим? Благословенные мужья, которые доверяют своим женам. Благословенные жены, которым можно доверять. И, имея вот эту власть, имея возможность войти в историю, что Пилат делает? Мне нравится, как в этом фильме, в котором Милл Гибсон сделал «Страсти Христовы». Изображен вот этот момент, где Пилат стоит, и он смотрит на Иисуса и говорит, «Ты знаешь, у меня трудный выбор. Вот орет толпа, и мне от императора установка, что будет еще один бунт, и моя голова будет отсечена. Я стою перед выбором. У меня есть только два варианта. Либо ты пойдешь на смерть, либо я себя отпущу, и я пойду на смерть, либо я пойду на казнь, либо ты, либо я». Умывает руки и говорит, «Ладно, давай ты». Знаете, история говорит о том, что Пилат долго не был потом у власти. Это ему не помогло остаться у власти, то, что он пустил Иисуса на казнь. Знаете, он бы сегодня среди ангелов бы летал, Пилат, если бы он сказал, «Иисус, я тебе шнурка недостойен завязать. Как я могу тебя на казнь определить? Имея такую возможность, давай я пойду, а ты оставайся, ты исцеляй людей, ты спасай людей, ты лучше нужен народу этому, чем я». Нет, посмотрел в глаза, ты знаешь, давай, пусть тебя убьет. Я не могу, вот это всего фильма для меня, это самый такой трогательный момент, когда вот это все переводишь на себя, думаешь, «Бог, а как бы я поступил? Вот как бы я поступил в другой ситуации? Как я поступаю, когда с женой натянут отношения и думаю, нет, пусть она попросит меня прощения? А потом, нет, наверное, все-таки я должен попросить. Нет, она должна. И, знаете, смотришь, внутри борьба, борьба, кто первый попросит? А кто первый к Богу приблизится, тот первый и попросит. Вы заметили это? Что еще никто не проиграл тот, кто первым прощением попросил. Вы заметили, что еще никто не пожалел, что он был искренним и честным перед Богом и смирившись, извинился? Еще никто не проиграл. Но скажите, это легко делать? Для смиренного человека это легко делать, а для гордого это невозможно сделать. Поэтому Писание говорит, что Бог приходит к необычным действиям, чтобы отвести душу от пропасти и жизнь от поражения мечом. Представляете себе, гордость это то, что ведет к пропасти, гордость ведет к поражению мечом. Гордость. Смотрите, что Писание говорит о гордости. Много-много мест, которые говорят о том, что гордость или гордыня несет с собой поражение. Притча 11 глава. Второй стих. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренным мудрость. Придет гордость, придет и посрамление. Вот представляете себе, когда приходит гордость, мы не чувствуем, мы начинаем чувствовать тогда, когда уже поздно. Когда приходит посрамление, начинаем копаться, ищем. Какая же причина моего позора, моего унижения, моих страданий? Какая причина? Вы знаете, и очень непросто обнаружить след этой лисы, этой хитрицы, которая, что делает гордыня? Что она делает с нами? Она влияет на наше восприятие самих себя в окружающем мире. Меняется наш взгляд на самих себя. Вы знаете, что много от того, как мы себя ведем, зависит от того, как мы на себя смотрим. Вы помните, на что попались наши предки? На что они купились? На что Ева обменяла благословенный рай? Помните, что сказал змей? Вы будете как боги. Вы будете как боги. Заманчиво звучит? О, как заманчиво звучит. А все, что ей надо было сказать, а сейчас мы кто? А сейчас мы как кто? Вот сейчас мы как кто? Забыли, что они были как боги. Им предложилось хитрый вариант обменять золото на медь. Золотые монеты на медные. Вы будете, друзья дорогие, прежде чем нам предлагают кем-то быть, нам нужно четко понять, кто мы есть. Чтобы не получилось, то, что нам предлагают, кем мы станем, не было намного хуже, чем то, что мы имеем уже сейчас. Понимаете? Причина, почему блудный сын ушел из отцовского дома. Причина. он хотел кем-то быть. Он просто хотел кем-то быть. Он хотел быть кем-то. Он не хотел быть старым, младшим. Ему хотелось быть кем-то. Попробовал? Классно получилось? Понял, кто он? Если ты с нами пойдешь, друзья говорили, а если ты возьмешь у папы, принадлежащую тебе часть, ты будешь самый крутой парень среди нас. Ты себе ботинки такие купишь, ты себе джинсы такие купишь, ты себе возьмешь такую тачку, да ты вообще заживешь, ты будешь первый парень на деревне. А зажигательно, правда? Представляешь? Они смотрели на него, завидовали ему и втянули его и сделали его подобным себе. Будучи в самом привилегированном положении, человек вдруг захотел кем-то быть. Единственная причина его всех грехов против отца, против неба, против Бога, против своей судьбы, это причина неправильного понимания, кто ты есть и кем ты хочешь стать. Вы слышите меня? Захотел кем-то стать. Вот захотел. Захотелось ему. Стал? Стал. Обязательно. Гордость поможет тебе стать. Конечно, гордость поможет тебе стать первым парнем на деревне. гордость тебе поможет стать невестой номер один на все село. Гордость тебе поможет. Очень легко стать этим в своих глазах. В своих глазах очень легко стать, но стать в реальности еще никто никем не стал, если Бог ему не позволил этим стать. Вы согласны со мной? Аллилуйя. Возвешение от кого? От Господа, возвышающий сам себя, что будет с ним? Он перейдет на следующий уровень. Знаете, сколько вижу людей, которые переходят на следующий духовный уровень, на следующий духовный уровень, на следующий духовный уровень, 20 лет переходят на следующий духовный уровень, возрастают, возрастают, потом возникает ситуация, нужно простить просто друга, с которыми 20 лет переходят на тот уровень. Смотришь, бум-бум-бум, поссорились, все, уже не общаются, Перешли. Что за уровень, скажите? Какой уровень? Вы простить не можете друг друга. Обольщение. Какой уровень? Какая высота? Вы близ него. О чем, как можно говорить, врага любить? Вы рядом с человеком, 20 лет с ним живете. Простить не можете. Это же слепота и гордыня. Люди простить не могут друг друга. Разве это не гордыня? Разве это не признак гордости? Потому что смиренному человеку простить никаких проблем нет. Смиренный человек, он 30 раз попросит прощения. Смиренному человеку сказать, извините, я был неправ, вообще не составляет труда. А гордому человеку его надо грудь надутая, чтобы у нас немножко стухло, знаете? Как индюка вот эти надутые сопли. Буй-буй-буй-буй, я прав. Я не вам попрошу прощения, да не дождешься. О-о-о! Индюки мне нравятся, они такие буй-буй-буй ходят. Крутые парни. Ни у кого прощения не просим. Мы весь мир завоюем. Иисус, царь, мы царевичи. Наше царство в смирении. Наше царство в подавлении Христу. Наше царство, что мы становимся таким, как Он, с каждым днем ближе и ближе. Знаете, это трагедия сегодняшнего христианства, что мы не умеем прощать друг другу прошлые ошибки. Мы не умеем и не хотим. Это гордое, заносчивое, самонадеянное христианство, которое не упывает на Бога милующего, а на свои заслуги. Которые думают, что им скоро медалями грудью красят. Вы знаете, может не медалями тебе грудью красят, а скажут тебе, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Люди, которые не можете прощать, не можете любить, не можете терпеть друг друга. Идите от меня, проклятый, в огонь, в муку вечную. Там научитесь прощать, любить и терпеть, потому что там навсегда будете друг с другом. Себе подобными там будете. Печально, но мы должны признавать нашу немость, иначе мы никогда не исцелимся и не избавимся. Придет гордость, придет и посрамление. Шестнадцатая книга притчей. Восемнадцатый стих. По гибели предшествует гордость, и падению надменность. Вот два синонима. Гордыня и надменность. Надменность. Надутость. Несколько вот таких вот выражений на размышлении о гордости. Не считай себя мудрым, иначе гордостью вознесется душа твоя, и ты впадешь в руки врагов твоих. Слышите? Антоний Великий. Человек понимал эту истину, который жил двести с лишним лет после Иисуса Христа. Представьте, почти две тысячи лет назад люди жили, айподов не имели, компьютеров не имели, ютуба не было, фейсбука не было, книг умных не было, семинаров не было, конференций не было, а уже в то время человек понимал, что храни себя о том, чтобы думать о том, что ты сильно мудрый, что ты мудрее других людей. Потому что гордость вознесет тебя, и погубишь душу свою. Душа твоя, впадешь в руки врагов твоих. Это одно из проклятий, да? Когда Бог отдавал Израиля в руки врагов. Разве это благословение? Любая вонь, борющаяся с вентилятором, склонна себя считать Дон Кихотом. Как вам это нравится? И свиньи иногда хрюкают презрительно о пастухе. Свинопас. Представляете себе, что такое гордыня, да? Даже я не думаю, что ты там себя строишь, свинопас какой-то негодный. Высокомерие, это в сущности та же гордыня, во всеуслышание заявляющие о своем присутствии. Как вам это нравится? Гордец редко бывает благородным человеком. Вот это мне очень нравится. Гордец редко бывает благородным человеком. Он всегда убежден, что получает меньше, чем заслуживает. Можно еще раз прочитать? Гордец редко бывает благородным человеком. Он всегда убежден, что получает меньше, чем заслуживает. Гордецы обычно ненавидят гордость в других людях. Они ее чувствуют. Они ее различают. Они ее видят. Они ее терпеть не могут в других. Интересно. Нет микроскопа, который бы так увеличивал, как глаза человека, который любуется сам собою. Откройте книгу о Сафонии. Третья глава. Пророк Сафония. Это где-то между Иезекиилем и Матфеем. Кто знает, где пророк Сафонии книга находится? Между Захарием и Аввакума. После Аввакума. После Аввакума и перед Агеем. Третья глава, одиннадцатый стих. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня. Ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся своею знатностью и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Один из других переводов звучит так. Я выведу из среды тебя всех, кто горд и высокомерен. Как вам нравится такое обетование? Как вам нравится такое обетование? Не совсем приятное, правда? Нам хочется всем быть вместе, да? Нам хочется всем любить друг друга. У нас есть заповедь «Любите друг друга, не судите друг друга». А Бог говорит «Я выведу из среды тебя всех, кто горд и высокомерен, и не будешь больше превозноситься на моей святой горе». гордость это один из грехов, который Бог не потерпит, который Бог не терпит. И гордость она не будет пассивной, она будет прогрессировать, она обязательно или выльется в какие-то душевные грехи или в плоские грехи. Она найдет способ проявить себя в каком-то безумии, губящем ее носителя. Понимаете? Гордость опасна и для бомжа, и для человека, который до сих вершин человеческой славы. Вы знаете, что можно обладать богатствами и властью, и влиянием, и быть смиренным человеком? Вы знаете об этом? Не так просто, не часто это встретишь, но возможно. И пример в Библии этому есть, да? Иосиф, например, был премьер-министром в чужой стране, Бог поднял, поставил и был смиренным. Можно быть бомжом на улице без места для жилья, без пропитания, просто на надежду на протянутую руку и быть гордым, заносчивым, высокомерным человеком. Гордость не позволит тебе подняться из твоих низин и гордость опустит того, кто поднялся наверх из Божьего позволения. Вы знаете, что если Бог кому-то дал власть, это Божье позволение. Бог испытывает людей богатством, Бог испытывает людей здоровьем, Бог испытывает людей положением. Есть такое испытание, когда Бог дает человеку денег, что он их посчитать не может. Есть такое испытание? Ты сидишь и думаешь, о мне бы такое испытание. Не говори такого, потому что не знаешь, что легче. Есть такое испытание, когда люди не знают, что такое болезнь, знаете? Когда людям ничего не болит. И они понять не могут тех, кому болит. Есть такое испытание. Но в этом положении что нужно делать? Быть смиренным человеком. Если не будешь смиренным, будешь знать, что такое болит. Не волнуйся, вопрос только времени. Если ты не задашься вопросом, Бог, а почему ты дал мне такое здоровье? Если ты не возблагодаришь Бога за это здоровье, не прославишь Его, ты познаешь, как Адам с Евой, и будешь, как все. Будешь знать, что такое болезнь, что такое лекарство. Будешь знакомых докторов иметь, лагеров иметь. Бог позволит тебе расширить твои возможности. Если ты не пребудешь в смирении, имея благословение, которое не имеют другие люди. Притча 29 глава. Притча 29 глава. Притча 29 глава. Притча 29 глава. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Вы заметите, какая связь? Гордость и смиренный духом. Гордость в плоскости духовной находится. Кто такой человек смиренный духом? Кто из нас хочет быть человеком смиренного духа? Не мозгов смиренных, а духа смиренного. Понимаете, какая это ценность? Когда у тебя смиренный дух. Это богатство духовное. Это мощь духовная. Это сила духовная. Это безопасность духовная. Смиренный духом приобретает честь. Скажите, мечта гордого человека разве не является честь? Разве честь это не то, к чему тянется всякий гордый? Вспомните человека, который умирал от проказы, и которому по Божьим благоволению маленькая девочка рассказала о возможности, как от этой болезни можно избавиться. И он решил, выбора то большого не было, решил послушаться ее совета, потому что просто другого варианта не было. И пошел, помните, и настроил себе планы. Ну все-таки военачальник, известная личность, неглупый, имеет представление о религии, о обрядах, о церемониях. Знаете как, не зря погоны носил. И когда пришел, вышел пророк, даже не вышел, послал слугу, скажи ему, пусть пойдет в Иордане, семь раз окунется и будет здоров. Представляете себе? Вау! Это проще задание, но нету, да? Если бы сказал, должен добраться до Северного полюса, поставить там израильский флаг. И если вернешься оттуда, живем, пока дойдешь домой и от проказа исстилишься. Наверное, пошел бы. Не посмотрел бы, что и флаг нужно там израильский поставить. Главное, чтобы трудно было, чтобы была возможность для того, чтобы показать свое гордое я. А Бог избрал такой простой путь, просто, вот, как только от гордости избавишься, от проказа автоматически. Вот, дал Бог шанс человеку наступить на свою гордыню. И вон взирошенный, рассерженный, как это так? Даже не вышел! Какой-то мутный Иордан! А что, разве наши реки не лучшие? И нашлись у него слуги. Умные люди. Я не знаю, по какому они там поводу были смиренными, по положению, я не знаю. Но они просто поступили с ним по-дружески. И убедили его. Мне вот это нравится. Убедили его. Что ничего сложного тебе не попросили. Кусок от тебя не отвалится. Представляете себе? Просто убедили. Вы знаете, как иногда нас в полезных вещах трудно убеждать. И как мы должны быть благодарны людям, которые нас в чем-то хорошем все-таки смогли убедить. Убедить! Вы вспомните, как вас убеждали сюда прийти. Вы вспомните, как вы брыкались, как вы доказывали. Некоторые из вас злословили. Куда ты ходишь? Что там собираетесь? А сегодня сидите здесь довольные. Я думаю, ах, как хорошо, что меня смогли переломать. Скажите, что вас сюда не пускало? Что, кроме гордыни, удерживало от благословения? Переступили и остались довольны. Нейман согласился, пошел, окунулся и выздоровел. Представляете себе? Здоровье пришло благодаря одному действию. Победа над гордостью лежит не в мудрствованиях ума, а в конкретных поступках и действиях. Пошел и сделал поступок, который свидетельствовал другим, что человек способен смиряться. Задай себе вопрос. Я еще на своей высоте способен смиряться? Мы так поднимаемся и не замечаем. Мы не замечаем, как мы гордыми становимся. Мы не замечаем. Или в откровении Бог нам показывает, или через Слово, в котором мы пребываем, или через какие-то потрясения, которые нас встречают, вдруг мы встречаемся с реальностью. Бог, моя жизнь поражена гордыней. Если я кого-то недолюбливаю, я поражен гордыней. Если я кого-то простить не могу, я поражен гордыней. Если я нормально не умею каяться, я поражен гордыней. Вы знаете, мы так много слышим проповедей о поклонении. Кому из вас нравится проповедь о поклонении? Истина о поклонении. Поклонение – это сильная вещь. Но знаете, что такое поклонение? Поклонение – это борьба с гордыней. Поклонение – это уничтожение себя в его присутствии. Ему возрастать нужно, а мне умоляться. Истинное поклонение – это нивелирование себя и провозношение его. Гордым людям очень сложно поклоняться. Гордые люди, даже поклоняясь, смогут прославить себя. Понимаете, как хитро получается? Они будут поклоняться, если есть возможность и себя прославить. Но если там такой возможности нету, не дождешься. Понимаете? И это печально. И это трагедия. Потому что истинное поклонение – это растворение себя, уничтожение себя в его присутствии. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Умираю. Если мы посмотрим на жизнь и служение апостола Павла, на то, что он прошел, мы видим, что Бог не отступил от своей главной идеи. И от самого начала служения, от призвания и до последнего дня Бог на пульсе держал палец в отношении гордости Павла. Фарисейской гордости Павла. И радость, и победа Павла, который понимал свою проблему, и не обижался на Господа, и никогда не сказал. Хотя написано, трижды молил, чтобы удалил от меня, да? А что ему Бог сказал? Благодати тебе достаточно. Благодати тебе достаточно. Пока тебя жмут, ты хороший. Начни тебя хвалить, дело запоришь. Поэтому до последнего дня в тюрьме сидел. В тюрьме сидел. Представляете себе? Мы читаем об апостолах, которых пленил Ирод. И четырем четверицам, шестнадцати спецназовцам, дал приказ сторожить. Помните? И ангел пришел, ворота сами отворились, те все заснули. Апостолы пришли, в церкви стучат двери на молитвенном собрании, открывайте, мы пришли в церковь, молятся, увлеклись молитвой, никто не верит, что Бог может чудо сделать. Ну, представьте себе, элитные войска, верные, преданные Ирода солдаты охраняют. Да оттуда еще никто не выходил. Слушайте, может быть, ты будешь первым, который чудо Бог сделает, которое никогда на этой земле не было. Будь готов к этому. Если ты готов смиряться, Бог готов делать чудеса в твоей жизни. Если ты не готов смиряться, не жди чудес, расслабься. Но смотрите, интересно, что 16 солдат сторожило и Бог освободил. Бог освободил. Никакой спецназ не мог удержать. Когда мы читаем 28 главу Деяния Апостолов, написано, что один солдат сторожил Павла, и они жили в гостинице. Без замков, без дверей. Просто один солдат был приставлен к нему, и Павла никто никуда не выводил. Вот удивляйся, да? Никто его не освобождал от тюрьмы. Никакие эти. И он не рвался из тюрьмы. Он не кричал, освободи меня, это проклятие, это такая тюрьма. Написано, он всем служил в этой тюрьме. Эта тюрьма была для него сохранением жизни. Его не могли убить никто. Бог в этой тюрьме сохранил. Ему церковь не могла обеспечить охрану. Ему император обеспечил охрану. И сколько нужно он служил, имел охрану, имел гостиницу, имел все бесплатное, жил и служил Господу, никуда не рвался. Почему? Потому что он понимал промысел Господен. И он говорил, за надежду Израиля я обложен этими узами. И нигде никого не просит, чтобы Бог его освободил от этой тюрьмы. Он просит, чтобы Бог ему дал слово благовествовать, 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 исполнить волю, смирение Божию на этой земле, сколько Бог дал этой жизни. Аллилуйя! Нету человека на этой земле, на кого бы гордость не вела свои напасти. Нету человека. Нету человека. Нет такого смиренного человека, который бы достиг бы такого состояния, сказал бы, у меня уже с гордостью, слава Богу, проблем нет. Если вы этот человек, я вас разговариваю, начинайте борьбу с гордостью. Просто начинайте. Даже если у вас ее нет, ищите, вы ее найдете. Если вы сейчас сидите и думаете, слава Богу, я такой смиренный. Поверьте мне, что вы гордый. Вот просто как пастору, поверьте, что гордость нашла у вас где-то уже свою лазейку. Не обижайтесь на меня. Я просто хочу вам помочь. Потому что проблема гордых людей, они не видят гордости. Гордые люди всегда видят свое смирение. Оно в увеличительном у них стекле. Если вы на самом деле будете искренни, Бог вам покажет вашу гордыню, и исцелит вас, и даст вам истинный, благословенный Его успех, о котором вы и мечтать даже не могли. Больше просимого и желаемого. Аллилуйя. Это очень серьезно. Очень серьезно. Книга Авдея. Спасибо. Спасибо. Первая глава. Книга пророка Авдея. Ведение Авдея. Так говорит Господь Бог об Едоме. Весь услышали мы от Господа. И посол послан объявить народам. Вставайте и выступим против него войною. «Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал на возвышенном месте и говоришь в сердце своем, «Кто не зринет меня на землю?» Вот чувство, которое переживает человек, в чем сердце нашло себе место гордыня. Чувство равнодушия, чувство самоуверенности, ложного успокоения, удовлетворения. Представьте себе, даже вслух не говорит, сам себе говорит. Вслух говорит, может быть, смиренные вещи. Вслух, может быть, говорит, «Вы знаете, вот так мы тут хорошо устроились, все такое». А вот сам себе говорит, «Классно! Меня никто не сдвинет. Меня все окей. Кто не зринет меня на землю?» Смотрите, что говорит Бог. «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, тебя говорит Господь». Представляете себе? Самое страшное с гордостью, что врагом человека, в чем сердце она нашла место, становится не дьявол, а Бог. Слышите? Не дьявол гордым противится, а Бог гордым противится. Дьявол гордым не противится, дьявол гордым помогает, поддерживает, вдохновляет. «Давай быстрее, давай больше!» «Ты можешь!» «У тебя получится!» «Давай, давай!» «Ты классный парень!» «Тебе не надо каяться!» «Ты посмотри!» «Другие вообще!» «Ты какой хороший!» «Гордость сердца твоего обольстила тебя!» Как это можно прочувствовать? «Зуб болит!» «Зуб болит!» «Мы чувствуем, да?» «Голова болит!» «Мы чувствуем!» «Нога болит!» «Мы чувствуем!» «Свело ногу!» «Чувствуем!» «А как ощутить болезнь, которую ты не чувствуешь?» «Гордость обольстила!» «То есть она обхитрила тебя!» «Она так вокруг тебя работает, что ты даже не понимаешь, что ты уже ведом ею!» «И куда она тебя поведет?» «Она тебя ведет к погибели!» «Тебе будет казаться, что ты идешь на возвышение, а она тебя ведет реально к погибели!» «Ты уже у нее на крючке!» Иеремии, пророка Иеремии, тринадцатая глава. Восемнадцатый стих. Восьмой стих, извиняюсь. Тринадцать восемь девять. «И было ко мне слово Господне, так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать Слово Моих, живет по упорству сердца своего и ходит вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет, как этот пояс, который ни к чему не годен». Вы знаете, когда вы читаете то, что Бог говорит об Иуде и об Иерусалиме, вы знаете, так много хороших вещей Бог говорит. И большинство хорошего Бог говорит. Но даже о любимом Израиле, о любимом Иерусалиме, об избранном Иуде Бог говорит, что гордость я просто так не оставлю. «Я не закрою глаза на то, что это Иуда, на то, что избранные люди, я сокрушу гордость Иуды». Слово вот Господа. «Если гордость Иуды Бог сокрушать будет, если гордость Иерусалима Бог сокрушать будет, как вы думаете, нашу гордыню Бог пройдет мимо?» Он будет игнорировать? Или Он против нее направит свои ресурсы? Есть только два пути. Давайте мы встанем на наши ноги. Есть только два пути, которыми может решиться проблема гордыни человека. Есть только два пути. Первый путь – это Господь объявил войну гордыни. Гордость и высокомерие я ненавижу, говорит Бог. И Он объявил ей войной, и Он ее не проигнорирует, ее не пропустит. Он не позволит ей войти в небеса, не позволит никому из нас пронести ее туда с собою. Он будет с ней вести сражение. И Он победит. И есть второй путь. Есть вторая возможность. Это Бог нам дает помазание, Святой Дух и Свое Слово, чтобы мы сражались с нею. И Он нам в этой битве поможет. Это лучший путь. Бог гордым противится, а смиренным, не может даст благодать, не подумает, а сто процентов даст благодать. А смиренным людям так и нужна благодать. Почему? Потому что смиренные люди не на себя надеются, а на Бога. А надеющийся на Бога не останется в стыде. Аллилуйя! Гордость – причина многих падений. Если в твоей жизни нет стабильности, если в твоей жизни трудно с прощением, трудно прощать, трудно принимать прощение, трудно верить, что тебя простили. Вы знаете, такой тоже грех есть. Есть люди, которые… Двадцать раз говорят, что ты их прощаешь, они поверить все равно не могут. Они все равно думают, что ты формально прощаешь, не искренне прощаешь. Какая бы ни была проблема, какой бы ни был симптом, Бог предлагает путь, чтобы мы, мудростью Божьего Слово, сила Святого Духа, обнаружили в себе эти симптомы и пришли к Господу в смирение и сказали, Бог, мне нужна просто помощь. Я не знал, что у меня проблема не с непрощением, не с неприязнью, а с гордостью. Мы с вами эту тему продолжим. Даст Бог. Мы продолжим говорить, что это очень важная тема. Если мы верим и ждем, чтобы Бог нас поднял и вывел нас дальше, мы должны позволить Богу очистить нас так, как Он раньше никогда нас не очищал. не просто от плотских наших грехов, но и от духовных пороков. Поэтому мы можем сражаться с непрощением, мы можем сражаться с обидами, но это не проблема, это мы листья стрижем, мы проблему видим в листьях и веточках, а корень проблемы лежит в гордыне. Ты не можешь простить, потому что ты горд. Ты не можешь любить, потому что ты горд. Ты не можешь терпеть, потому что ты горд. Ты не можешь служить, потому что ты горд. Ты не можешь быть вторым человеком, потому что ты просто горд. Ты просто горд. И тебя найдут наушники, которые разделят тебя с друзьями. Ты живешь как волк одиночку, нету ни друга, ни подруги, нету. Потому что ты просто горд. И ты не можешь этого распознать себе. Ты любуешься своей смиренностью, не замечая своей гордыни. Только Божье зеркало, только Дух Святой, только милосердие Бога. Иногда, как в Иоово написано, иногда мы даже естественным разумом не можем это распознать только во сне. Иногда Бог нам какую-то такую картину покажет, что мы просыпаемся и говорим, Боже мой, оказывается, я гордый. Моя гордость мешает мне, чтобы благословения, которые у Бога готовы на меня излиться, пришли нам в мою жизнь. Давайте сегодня, смотря или вспоминая жертву Иисуса Христа, имея перед своим взором пример, великий пример смирения Иисуса Христа, сегодня мы попросим у Господа, чтобы Он нам открыл наши духовные очи, чтобы мы увидели, может быть, где-то, может быть, в чем-то, может быть, каким-то образом гордость нашла в нашей судьбе себе место, себе лазейку. Может быть, каким-то образом гордость нам мешает духовно возрастать. Может, гордость нам мешает подняться из ямы. Может, гордость нам мешает закрепиться на высоте, на которую Бог нас поднял. Каждому из нас нету человека, который бы этот грех не атаковал бы. Которого бы он не нашел бы, не искал бы возможности прилепиться и пристать. Независимо от положения, от возраста, пастыри мы, служители мы, или мы два дня в церкви, не имеет значения никакого. Диавол не ждет, пока ты вырастешь, и у тебя будет какая-то позиция, какое-то звание. Он не ждет этого. Может быть, сегодня ты не можешь служить полноценно, только потому, что никогда не распознал и не сражался с этой гордыней. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за жертву Иисуса Христа, за пример Иисуса Христа, за страдание Иисуса Христа, за смерть Иисуса Христа, за то, что у нас есть пример смирения, послушания, истинного духовного чемпиона, победителя, первенца, который победил, который устоял, который не поддался на искушение гордостью, когда Его сам дьявол личной персоной искушал, если Ты Сын Божий, предлагая Ему кем-то стать, когда Он был, есть и будет вечным Сыном Божьим. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты не поддался на эту ловушку, за то, что Твой пример смирения, он сегодня для нас ярко горит. Господь, нам не нужно, чтобы люди говорили, кто мы, нам нужно от Тебя услышать, кто мы, и быть послушным, ведению и призванию, которым Ты нас призвал, чтобы мы не шли за толпой, за большинством, за похвалой, за комплиментами, чтобы мы были верны Тебе и Тебе, только, Господи, до последнего вздоха нашей жизни мы искали возможности быть верными Тебе, и от Тебя услышали добрый и верный раб. Иисус, мы благодарим Тебя за Твой подвиг любви, за Твой великий пример верности, смирения и послушания. Ты был послушан, Ты был в послушании, Ты не пользовался титулом Божьего Сына для своих амбиций, своих планов и целей. Ты до последнего дня жизни на этой земле был верен Божьему ведению, ведению Отца, воле Отца. В самую трудную минуту Твоей жизни Ты поднял волю Отца выше всех своих воль и планов, и желаний, и переживаний. Не моя, а Твоя воля Отче да будет. Господи, дай нам каждому взять урок из этого поступка, из этого величайшего смирения. Вместо предлежавшей радости претерпел крест Иисус принял адские муки оплевания и унижения, потому что был верен Божьему определению. Господи, есть Твое определение для каждого из нас. Так хочется быть послушным, хочется быть верным. Господь, мы на Тебя уповываем, что Ты нам в этом поможешь. Мы не сможем быть самыми верными, мы не сможем, Господи, сами, только на свои силы полагаясь исполнить волю Твою, мы нуждаемся в Твоей поддержке. И сегодня, Господь, вспоминая страдания Иисуса, мы желаем, чтобы Дух Твой Святой вразумлял нас и направлял наши помыслы, наши желания к смирению, к послушанию, к почитанию друг друга выше в себя. Иисус, Ты такой, позволь нам уподобиться Тебе. Аллилуйя. Мы молимся, Господи, в этом хлебе. Приносим к Тебе, Господь, во имя Иисуса. Благослови этот хлеб. Господь, благодарим Тебя за Твое ломимое тело. Пусть каждый сегодня, прикасаясь к Тебе, получит Твою благодать, в которой он нуждается. Господь, мы молим Тебя о пятом плоде виноградной лозы, которая есть сегодня для нас доступна в результате сокрушения этих плодов. Ягод нет, но есть перед нами, Господь, этот плод. Плод все равно остался. Форма изменилась, но сегодня мы имеем этот плод. Плод винограда. Это святая кровь. Агнца Божьего, пролитая за нас. Плод смирения, плод верности, посвящения, плод любви. Освяти, Господь, во имя Иисуса Христа. И каждого сердца, Господи, благослови, кто прикоснется сегодня, Господи. Во имя Иисуса, я прошу Тебя, Отец Небесный, благослови, Господь. Пред Тобою, Господи, мы представляем, Господь, освети и нас, освети и очисти. Прости и дай нам силы духовно побеждать каждый день и каждый час. Аминь. Аминь. Пожалуйста, можете прийти, взять вечерю. Как всегда, я напоминаю, мы верим, что вечеря Господней принимает участие люди, которые вступили с Господом в завет, через водное крещение. Живете в святости, в истине, старайтесь, прилагайте усилия. Пусть Бог благословит. Пожалуйста, сделайте две очереди и возвращайтесь по кругу на свои места, чтобы другие сзади вами могли свободно прийти и взять. Каждый шаг, каждый смартфон дать Смерть разъявлены толпы. Смерть разъявлены толпы. Смерть разъявлены толпы. Смерть разъявлены толпы. Смерть разъявлено толпы. Смерть разъявлены толпы. И красная кровь от Твоей крови, И дружище в ней тихий, И все горит на дне, Несет избавление Тебе. И в крови, в крови, Родная Тебя тихий, Не смог в Него войти. И дружище в ней тихий, И дружище в ней тихий, И в крови, в крови, 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 в крови, И в крови, в крови, в крови, в крови, И в крови, 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 в кров Так же и чашу после вечерей сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови, это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб, этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя, человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет и чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот пьет и ест осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. А то многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Аллилуйя. Принимая это ломимое тело, мы подтверждаем нашу верность, нашу приверженность и единство тела Христова. Чтобы мы не злословили друг друга, чтобы мы не злословили церковь, чтобы мы не злословили тех, кто понимает немножко по-другому, чем мы. Мы только стремимся к единству, к единому пониманию. Но по дороге к единству мы не должны обижать друг друга, унижать друг друга, высмеивать друг друга. а молиться друг за друга, чтобы Бог открыл другим людям, если нам открыл больше на данный момент, чтобы они тоже пришли к пониманию. Святые люди – это смиренные люди. Это не люди насмешники и критики. Это люди, которые полны любви и сострадания. И мы будем такими с помощью Духа Святого и Божьего Слова. Аминь. 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 Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твой народ, который Ты любишь, за церковь Твою, Господи, за церковь Твою в этом городе, Господь, за каждую поместную церковь, где люди ищут Тебя, стремятся познать Тебя и угодить Тебе, Господи, веруй в Свою служение, любя Тебя. Господи, мы благословляем друг друга. Мы благословляем тех, кто здесь сегодня в зале. Мы благословляем тех, кто с нами был через интернет. Господи, мы благословляем тех, кто сегодня по какой-то причине не мог быть здесь, Господи. Благословляем тех, кто остыл, кто ослабел, Господи. Подними падшего, Господи. Подними тех, кто споткнулся. Подними тех, кто разочаровался. Подними, Господи. Поддержи, Господи, тех, кто сегодня, может быть, борется с обидой, Господь. С непрощением, Господь. да явится слава Твоя в Доме Твоем, Господи. Мы нуждаемся в Тебе, Господи. Мы нуждаемся в Твоем присутствии. В Твоем присутствии, Господи, нам легко смиряться. В Твоем присутствии нам легко видеть реальность свою, Господи. В Твоем присутствии мы легко понимаем, к чему Ты нас призываешь. В Твоем присутствии мы стремимся, Господи, к тому, кем Ты хочешь нас видеть, Господи. В Твоем присутствии мы переживаем все Твои благословения, Господи. И мы благодарим Тебя за то, что Твое присутствие Не только здесь, Господь, но оно с нами, где бы мы ни пошли, Господь, в наших домах, на наших работах, в наших семьях, Господи, Твое святое присутствие дохранит, оберегает каждого из нас. Субтитры подогнал «Симон»